Время встречи. 11 часов утра у въезда на карьер. Присутствие на проверке жителей Никольского поселения и съемочной группы ОТВ заранее было согласовано с Министерством экологии региона и администрацией Одинцовского района. Но что-то пошло не так. Нас опять не пустили. Вот будем смотреть по телевизору, что там происходит. Там ничего не происходит, потому что камера зафиксирована в определенном состоянии. Попытки договориться по телефону с гендиректором ТЭКО-сервис Сергеем Корниенко о присутствии на проверке хотя бы жителей, инициировавших ее успехом, не увенчались. Мы просим вас пропустить мониторинговую группу в количестве трех человек. И телевидение Одинцовское тоже приехали. Нет, проверка пройдет. Вы можете встретиться с проверяющими, встретиться с лабораторией и все взять мне полностью информацию. На время проверки здесь никого не будет. Внеплановая проверка Министерства экологии Московской области на карьере в Пронском стала возможна после неоднократных обращений жителей Никольского поселения, в которых они указывали на имеющиеся, по их мнению, нарушения. Вы захотели проверку? Да. Проверка началась. Попуст проверка закончится. Договоренность была присутствовать. Наталья Ивановна, уберите микрофон, я не для вас говорю, но для Натальи Ивановны. Договоренности не было. Была договоренность о том, что вы хотите провести внеплановую проверку. Неплановая проверка приехала. Она работает. Не мешаете людям работать. Два года назад нарушения, из-за которых бьют тревогу, местные жители своими глазами увидели министр экологии региона Александр Коган и глава Денцовского района Андрей Иванов. Тогда с помощью экскаватора удалось доказать, на объект свозился бытовой мусор. И сейчас он по-прежнему на своем месте, утверждают члены инициативной группы. Но скрыт под толстым слоем грунта. Поэтому они так настойчиво и добивались своего присутствия на проверке. Брать пробы нужно на определенных участках. Нам и зафиксировать нужно было, как они берут, на какой глубине. Мусор-то он завален сейчас грунтами. Конечно, на прошлой встрече шла речь о том, что в конкретных местах нужно брать пробы. Да, во-первых, мы карту послали. Во-вторых, нужно обязательно либо экскаватор, либо шурфление. Нет этого. А этот результат будет хороший. Сверху грунты в большом количестве. В Министерстве экологии инициативную группу жителей Никольского поселения утешили. Этот выезд не будет единственным. Чтобы предпринять дальнейшие шаги по возвращению подмосковной Швейцарии ее первозданного вида, необходимо дождаться результатов проверки, которые, надеются активисты, будут объективными. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».